Глава 10. Интуитивное творчество. Творчество. Занятие ангелов. Дорогие! Крайен приветствует вас! Прекрасные, мудрые, одарённые, просветлённые души, вы сейчас оказались в правильном месте, вы сейчас собрались все вместе в энергиях нашего с вами общего Божественного Дома. Знаете, как случилось, что Божественные энергии стали появляться на Земле, да ещё так заметно и ярко, что всё больше людей на планете чувствуют их? Это сделали вы. Вы принесли на Землю эти энергии. Вы принесли их самих себе, потому что внутри у каждого из вас Бог. Вы нашли Бога в себе, вы пробудили Его в себе, и вы стали источниками света, источниками любви, источниками великой творческой энергии. Энергия Бога — огромная созидательная сила. Это творческая сила, это сила, способная создавать миры. Каждый из вас становится творцом, способным создавать миры. Внутри у каждого из вас скрыты таланты. Каждый из вас является творческим по своей сути. Не думайте, что творцы — это только артисты, музыканты, писатели и художники. Творец каждый, кто сам создаёт свою жизнь, кто ищет и находит новые идеи в любой области. Творец каждый, кто подсоединён к творческому потоку Божественной энергии. Вы можете делать творчески абсолютно всё, за что бы ни брались. Творчески — это значит по-новому, так как можете только вы. Творчески — это значит не скучно. Творчески — это радостно, с удовольствием. Творчески — это не только не уставая, но заряжаясь энергией. Давно ли вы делали что-то такое, что заставляло вас забыть о времени? Что не отнимало у вас силы, а наоборот прибавляло их? Что-то такое, в процессе чего вы чувствовали себя помолодевшими. Что бы это ни было, это творчество. Вы можете внести творчество во всё, что вы делаете. Но я скажу вам ещё кое-что. В энергиях нового времени каждый из вас способен стать художником, музыкантом, писателем, артистом. Не обязательно по профессии, главное — по сути. Потому что новое время — это время пробуждения творческих талантов. Вы наделены ими сполна, даже если никогда раньше об этом не задумывались. Каждый из вас прошёл множество воплощений, в которых вы успели побывать всем, чем только можно. Вы уже были музыкантами, артистами, художниками. Вы всё это уже испробовали. И теперь ваши прежние забытые таланты готовы возродиться. Вы можете заняться тем, к чему вас больше тянет. И вы с удивлением заметите, что не столько учитесь новому, сколько вспоминаете давно забытое. Какая-то часть вас помнит, как это было. Помнит, как вы уже всё это делали. Память хранится в вашей многомерной ДНК. Она пробудится и в вашем теле. Ваши органы чувств, ваш мозг, ваши руки, всё ваше существо вспомнит те навыки, которыми вы когда-то владели. Вы просто будете знать, как это делается. У каждого из вас внутри творческий дух. Когда вы, будучи духом, пребываете в Божественном доме, вы виртуозно владеете искусством созидания и искусством перевоплощения. Вы творите своей собственной энергией. Можно сказать, вы творите собой. Вы можете становиться кем угодно и каким угодно. Вы можете быть прекрасным потоком света, ежесекундно меняющим цвета и оттенки. А можете обретать любые формы, приобретать любую внешность, превращаться в любое существо и даже в явление природы. Вы всё это делаете, вы всё это умеете, потому что вы поток творческой энергии. И когда вы занимаетесь творчеством на земле, вы по сути делаете нечто аналогичное. Земное творчество – это попытка воспроизвести то, что вы делаете и кем являетесь в Божественном доме. Творчество – это занятие ангелов. В каждом из вас всё сильнее пробуждается ангельское божественное начало. Вот почему вас всё больше тянет к творчеству. Вот почему создаётся всё больше условий и возможностей для него. Новое понимание творчества в новых энергиях Дорогие, в новых энергиях меняется само понятие творчества. Возможно, вы не расслышали, что людям творческих профессий приходится очень тяжело трудиться, у них уходят годы на освоение ремесла, и это очень и очень трудно обучиться ремеслу. Затем они тяжко трудятся и очень устают, они чувствуют себя буквально разбитыми после того, как создали свои произведения. Они выложились на сто процентов и просто падают. У них не хватает сил больше ни на что. Потому их часто считают людьми с тяжёлым характером. Они вечно заняты и просят их не отвлекать. Они так мало уделяют времени своим любимым, и они постоянно пребывают в муках творчества, так что рядом с ними даже тяжело находиться. Всё это в самом деле было, и всё это уходит в прошлое. Знаете, почему так было? Потому что на Земле преобладали тёмные энергии, а творчество, если это настоящее творчество, всегда является прорывом к Богу. Творчество – это одна из форм вашего контакта с Богом. Это совместная с Богом работа. Она связана с пребыванием в потоке божественных энергий. Вы в потоке, вы в течении, которое захватывает вас, и вы даже не замечаете времени. Сейчас вам легко оказаться в этом потоке. В прежние времена это было трудно. Далеко не все люди творческих профессий умели включаться в него. А те, кто умел, они знали, что этот поток очень трудно привлечь и создать. Это требовало молитв, медитаций, самоограничений, большой духовной работы, и лишь единицам удавалось легко ловить эти потоки и включаться в них. Они творили легко, радостно и светло. Именно их вы считаете гениями, именно их вы почитаете на протяжении веков. Именно о них не истекает память в ваших сердцах, сколько бы времени не прошло с того момента, когда они творили свои произведения. И про каждого из них вы можете сказать «Через него говорил Бог». Дорогие, сейчас через каждого из вас может говорить Бог. Более того, Бог только и ждет, когда вы наконец возьмете в руки кисти краски или музыкальный инструмент, или просто сядете за компьютер, чтобы написать что-то рвущееся из вашей души, или сделаете то, что всегда хотели, но боялись, например, запоете, и обнаружите, что у вас великолепный голос. Начинайте без подготовки. Среди вас, слушающих сейчас это послание, очень много писателей и музыкантов. Вы знаете, о ком я это говорю? Ваши сердца откликнулись? Вы поняли, что это про вас? А еще среди вас есть художники, скульпторы и архитекторы. Вы чувствуете, что вас тянет к этому. У вас что-то ёкнуло внутри, когда вы услышали эти слова. Вы можете реализовать свои таланты и начать вы можете прямо сейчас. Только, пожалуйста, отбросьте все прежние представления, которые выражаются в словах «но я не могу, не умею, это очень трудно, этому ведь нужно долго учиться». Дорогие, учиться действительно нужно. Но кто сказал, что это будет долго и трудно? Кроме того, не рассматривайте обучение как подготовку, учитесь в процессе творчества. Начинайте без подготовки и учитесь по ходу дела. Если вы не поставите себе целью получить сразу высокий результат, покорить весь мир своим искусством и заработать много денег, учиться и творить вам будет легко. Поймите, творчество ориентировано исключительно на результат, это вообще не творчество. Человек, который занимается таким видом деятельности, может быть очень хорошо подготовлен, он может быть хорошим ремесленником и профессионалом, но его работа делается по расчёту, а не по любви. Он точно знает, куда какой кирпичик положить. Он точно знает, что получит в результате своего труда сегодня, а что завтра. У него всё заранее распланировано и продумано, заранее намечен результат. Ничего плохого нет в такой работе, но это не творчество. Творчество непредсказуемо. Вы не знаете, что сделаете в следующий момент, и вы не знаете, каким будет результат. Потому что вы не можете заранее предвидеть, как Бог захочет выразить себя через вас. Вы не знаете, куда ведёт поток. Вы просто чувствуете, что происходит нечто прекрасное, нечто бесконечно радостное, нечто такое, что заряжает вас энергией. Вы не устаете, вы даже молодеете, вы полны сил после этого занятия. Вот что такое творчество в новых энергиях. Вот что такое творчество в новое время, когда каждый из вас может в любой момент включиться в поток божественных энергий и последовать ему. Единственная трудность, которая осталась и которая может вас поджидать, вам не захочется, чтобы вас отвлекали. Вам не захочется, чтобы кто-то в это время вам звонил по телефону или подходил к вам с разговорами и вопросами. Потому ваши домашние могут по-прежнему говорить, что у вас плохой характер. Улыбка крайна. Но по-настоящему близкие вас поймут. Они поймут, что есть время, когда вам надо побыть одному, и вас не следует отвлекать. И они будут знать, что у вас найдётся время для них. И тогда общение будет уместно и гармонично. Это вовсе не значит, что творчество одинокое дело, хотя окружающим будет казаться так. Но вы в этот момент не будете одиноки. Вы, сидя в своей комнате, казалось бы, в изоляции, будете в мощнейшем потоке энергии, который делает вас единым со всем миром. Вы в этот момент едины с миром, вы сами являетесь целым миром. Потому что знания, навыки, информация, идеи, творческие приёмы, всё это вы получаете от всего мира, всё это приходит буквально отовсюду. Вы не замкнуты в своей скорлупе, когда творите. Напротив, вы открыты миру, как никогда. И это даёт радость. Это даёт чувство свободы и полёта. Это даёт остановку времени и, как следствие, омоложение. Это даёт вам восторг творчества. Настройтесь на вашу личную творческую чистоту. Творчество – это восторг и радость. Вам в вашей жизни приходится делать много работ, в которых нет восторга и радости. Эти работы тоже нужны, но они не творчество. И всё же вы можете даже их превратить в творчество. Важное условие – перестать бояться сделать что-то не так. Дорогие, творчество несовместимо со страхом. Отбросьте страх, что у вас что-то не получится. Возможно, вы уже когда-то пытались творить, но у вас не получилось, и вы оставили эту идею. Вы решили, что это не для вас, и что никогда ничего не получится. Мой совет – попробуйте снова. То, к чему вас тянет, от чего замирает сердце, попробуйте. В новых энергиях планеты Земля у вас может получиться то, что раньше не получалось. Вы просто не знали, как попасть в этот поток, в это течение, в этот канал. Вы просто не подключали к этому ваши новые пробудившиеся чувства. Ваша интуиция сейчас способна на гораздо большее, она способна привести вас в такое особенное место, где ваши таланты раскроются. Это, конечно, не физическое место. Это многомерное пространство, ваше собственное творческое пространство вашей души. В этом пространстве вы подключаетесь к такой чистейшей творческой энергии, что творчество внутри вас буквально начинает бить ключом, и вы чувствуете, что вы не придумываете ничего. Это приходит, просто приходит откуда-то. Из того мира, который больше человеческого, и больше всего того, что вы знаете. И оттуда приходит что-то новое, новое и для вас. То, что вы не могли придумать, то, чего вы не знаете, но оно приходит через вас, и вы учитесь. Вы творите и учитесь без того, чтобы рядом с вами находился какой-то учитель в человеческом облике. Вы учитесь у мира, вы учитесь у вселенной, вы учитесь у Бога. И вы создаете нечто такое, чего не было до вас. И вы просто не можете не поделиться этим с другими, потому что это пришло через вас не только для вас, но и для других, для всего человечества. Вы принесли человечеству что-то такое особенное и уникальное, чего никто не мог сделать, кроме вас. Вы спели песню своей души, только вам присущим особенным образом. Вот как это происходит. Но как подключиться к такому особенному месту? Для этого нужна настройка. А чтобы настроиться правильно, вам может потребоваться отказаться от прежних настроек. Вы пытались творить и не получалось? У вас просто не было подключения к каналу новых энергий. Вы можете подключиться, у вас есть эта способность. Но чтобы приемник нашел новую частоту, иногда нужно покрутить ручку, верно? Вот и вам сейчас надо настроиться на новую частоту. Как это сделать? Быть в контакте со своим духом, потому что ваш дух знает, где эта новая частота и как на нее настроиться. Просто выразите намерение. Просто скажите, дорогой дух, дай мне эту новую творческую частоту. Я хочу поймать волну. Я хочу настроиться. Помоги мне в этом. Подключите интуицию. Меньше всего здесь вам поможет логика. Меньше всего помогут четкое планирование и строгий распорядок действий. Вы обязательно почувствуете какой-то легкий толчок и последующий за ним прилив вдохновения. И вы обязательно поймете, так вот чего я хочу. Не медлите. Пишите, музицируйте, пойте. Главное ловите радость во всем этом. Не надевайте на себя маску серьезности. Не начинайте играть роль человека искусства, который слишком важен и солиден, чтобы просто радоваться, просто играть, просто творить, не ожидая ничего. Лучше станьте детьми. Все дети творцы. Творите как дети. Играйте, радуйтесь. Ловите потоки вдохновения. Свободно парите на волнах энергии любви. Все лучшие идеи уже ваши. Крайн. Но как творить, если нет идей? Прежде чем сесть и что-то написать или нарисовать картину, нужно ведь что-то придумать. Дорогие, идеи придут, если вы подключены к потоку. И тем больше их придет, чем меньше вы будете их придумывать. Потому что они придут вовсе не из вашей головы. Творчество – это тоже ченнелинг, вы догадывались? Пора открыть вам этот секрет. Когда вы подключены к творческому потоку, кроме энергии вам дается информация. Не в том смысле, что вам кто-то диктует в ухо, а вам остается лишь записывать. Если бы это было так, если вы думаете, что ченнелер работает стенографистом у духа, вы ошибаетесь. На самом деле и ченнелинг, и любое творчество – это вовсе не запись под диктовку. И это не выглядит так, как если бы вам в голову кто-то вкладывал идеи. Точнее будет сказать, что вы сами добываете эти идеи, и вы включаетесь в процесс сотворчества с духом, чтобы принять, понять и освоить эти идеи. Авторство каждой идеи принадлежит не только духу. Если вы добыли идею, то под ней будет стоять ваша собственная вибрационная энергетическая подпись. Потому что мало найти идею. Вам необходимо еще пропустить ее через себя, окрасить своими собственными вибрациями, вложить в нее энергию души и придать ей неповторимые черты, соответствующие вашей личной уникальности. Тогда и только тогда получится произведение искусства или другой неповторимый и единственный в своем роде продукт творчества. В том, чтобы добыть и обработать идею вашим собственным уникальным способом, собственно и состоит процесс творчества. Где добывать идеи? Дорогие, это просто. Идеи в самом деле буквально носятся в воздухе. Вы добываете их из разных измерений многомерной вселенной. У вселенной множество идей. У нее есть идеи изобретений, которые вам еще предстоит сделать. Замыслы еще не написанных романов, сюжеты будущих картин, мелодии, еще не найденные композиторами. У вас, у человечества, еще так много открытий и прекрасных произведений впереди. Вы, наверное, знаете, что иногда несколько ученых из разных стран, не сговариваясь, делают одни и те же открытия. Так, например, было с изобретением электрической лампочки, радио, телефона. Как вы думаете, почему? Потому что эти идеи витали в воздухе, они уже существовали во вселенной. И ученые-первооткрыватели одновременно сумели подняться до уровня вибраций, на которых существовали эти идеи. Чем выше вы поднимаете свой уровень вибраций, тем больше идей вам открывается. То же самое бывает и с писателями, когда они одновременно придумывают одинаковые сюжеты, и с композиторами, к которым приходят похожие мелодии. Нам бывает весело смотреть, как они обвиняют друг друга в плагиате. Мы ведь знаем, что на самом деле никто ни у кого ничего не украл. Одна и та же мелодия звучит по-разному у разных авторов, один и тот же сюжет может превратиться в совершенно непохожие произведения у разных писателей, потому что все вы вкладываете в творчество что-то свое. В союзе с Богом вы раскрываете свою уникальность в полной мере. Это и есть сотворчество, ваше сотворчество с Богом. Дорогие, чем больше любви вы вмещаете в себя, тем больше творческих идей вам открывается. Настройтесь на сотрудничество со Вселенной, и идеи посыплются, как из рога изобилия. Берите, они ваши. Дух не претендует на авторство. Все авторские права он передает вам. Творите и наслаждайтесь. Да будет так. С любовью, Краен. Субтитры сделал DimaTorzok